Запечатаны тюбики и как мазь, как какой-то такой кремик в железной баночке, чтобы проколоть, надо воспользоваться обратной стороной колпачка. Пока что, судя по белому цвету, краски очень прозрачные. Посмотрим на остальные цвета. И я хотела немножко углубиться в фирму-производители. Если честно, у нас в магазинах давно очень эта фирма представлена. Например, в арт-территории я покупала еще давным-давно, лет пять назад, скетчбуки этой фирмы. Там было написано Simply. Я тогда еще вообще ничего не понимала, что эти маркировки значат. И к чему я это все веду? То, что у нас в магазинах продаются только начальные. Начальные, как это материалы, никаких профессиональных. Вот, например, то, что я вижу на сайте. Тут такие очень красивые тюбики. То есть этого всего у нас в продаже вообще нет. И я вообще изначально думала, что это какая-то просто китайская фирма, а это просто дешевые материалы. То есть фирма, скорее всего, хорошая, профессиональная. Но то, что у нас есть в продаже, это самого низшего уровня для начинающих, для детей. Хоть цена у них стоит и выше, чем такие вот ученические профессиональные серии наших российских производителей. То есть наценка довольно большая. Либо просто у них такая цена, так как это все-таки британская фирма, а, наверное, у них цена все-таки повыше. Вот. И я даже не подозревала, что это какая-то такая фирма. А тут прямо у них насписано, что они работают с 1783 года. То есть это, ну, наравне с Виндзор и Ньютон. Какая-то хорошая такая фирма художественных материалов. Но я уже для себя сделала вывод, что все вот эти вот европейские бренды, да, не стоит по ним судить по вот этим вот дешевым линейкам. Потому что они реально очень дешевые и такого очень плохого качества. Поэтому если уже и пробовать их, то надо покупать профессиональные материалы. Но у меня на тесте сегодня все-таки детские такие краски. Очень жаль. Я почему-то, когда их покупала, надеялась, что они будут получше, чем Art Creation. И я буду их хвалить, вот, по сравнению с Art Creation. Но пока что вот делаю выкраску. И краски, да, очень прозрачные. В них очень мало пигмента, но связующее какое-то немного не такое. Оно не такое... Ну, они тоже такие же вот жидкие, как и... Как и... что? Как и краски от Art Creation. Вот только вот коричневая краска. Немножко какая-то у нее такая консистенция какашечная. Но как бы... Все нормально. Но несмотря на свою жидкую консистенцию, краски очень прозрачные. То есть, если бы они были более густые, можно было наложить бы их более толстым слоем. Тогда, может быть, они бы перекрыли. Да? Но что есть, то есть. И, да, производитель нас не обманул, что можно достигать каких-то акварельных эффектов. То есть, можно эту краску рисовать как акварелью, потому что она очень даже прозрачная. Как-то так. Я надеялась, что хотя бы охра будет таким более цветом, так сказать, кроющим. Потому что даже в Art Creation охра была одним из кроющих цветов. Но, увы, она тоже прозрачная. Ну, вот так вот выглядит выкраска. Я сейчас хочу попробовать смешать цвета. Вот так вот выглядит фиолетовый. Это смесь красного и ультрамарина. Ну, единственное, что я могу сказать за счету этих красок, то, что они после того, как высохли, абсолютно не поменяли свой цвет. Они остались такими же яркими. Например, краски от Art Creation после высыхания, по мне, так стали более белильными. Ну, и в целом, подбор цветов здесь более такой классический. То есть, темный такой и зеленый, как бы, изумрудный. И такой вот средний такой травянистый зеленый. И ультрамарин довольно темный цвет. Но смешанные цвета, видите, они тоже такие получились очень бледненькие. Это вот желтый с этим. Все из-за того, что в краске очень-очень мало пигмента. И то есть, даже если ее прям много брать на кисть, то она будет такая довольно-таки прозрачная. Все-таки краски там Master Class, Artics, Malevich, они более такие темные, насыщенные цвета, более кроющие. Эти краски я бы сравнила, наверное, с детской акварелью. Даже больше, чем с гуашью. И вот такой вот я решила сделать рисуночек. Такой вот странная курица или петушок. Чтобы просто попробовать порисовать этими красками. В принципе, мне и по выкраске все понятно. То есть, что я бы ими рисовать, скорее всего, не стала. Так как, уже попробовав профессиональные краски, хочется, чтобы материал сам, так сказать, спокойно как-то рисовать ими. Без каких-то там попыток с ним справиться. Без попыток как-то материал этот укоротить. Ну, да, я понимаю, что, как мне тут написали недавно в комменте, что нормальный художник и говном нарисует. И то есть, какая разница, какие краски. Я согласна, что человек, у которого много опыта, он сможет справиться с любым материалом. Но, допустим, человек, который рисует профессионально, ему не будет хотеться справляться с материалом. Он будет хотеться просто спокойно, без каких-то сюрпризов, работать и продолжать рисовать. А тот же начинающий, он и не будет уметь. И то есть, у человека может оказаться негативное впечатление, да, от того, что он начал рисовать, а у него не получается. То есть, профессиональным материалами даже начинающие, даже те, кто первый раз в жизни берут краски, им будет проще. Несмотря на то, что, да, профессиональный материал дешевле, ну, по поводу этих красок я не могу сказать, что они дешевые. Допустим, можно взять российские краски и с таким же успехом ими рисовать, вот. И это вам выйдет дешевле. То есть, как бы, нет смысла покупать или Art Creation, или вот эти краски. То есть, они абсолютно одинакового уровня. Ну, хотя вот эти, может быть, немного получше тем, что цвета более такие чистые, не белильные. Вот. В этом их плюс. Но мне кажется, они еще менее пигментированные, чем Art Creation. И эти тюбики уйдут буквально там, если вы нарисуете две работы от третьего формата, все, у вас от этих красок ничего больше не останется и придется покупать новый набор. Мне кажется, профессиональных красок хватит гораздо на дольше. И, в общем, судя по тому, я, наверное, уже говорила это сегодня, но, может быть, повторюсь, все-таки у производителей таких вот, как Winsor & Newton, Royal Talents, Далли Ровни или какие-либо еще, все-таки нужно брать хотя бы ученическую серию, но лучше всего профессиональную сразу, чтобы получить приятные впечатления от красок. Все-таки в своих дешевых линейках они максимально удешевляют эти материалы за счет количества пигмента, за счет как-то прозрачности красок, за счет качества самих пигментов. То есть в профессиональных сериях у них всех обычно пигменты какие-то натуральные или качественные имитации, светостойкие. А то, что намешано здесь, мы вообще даже не знаем, что здесь в этих красках. Тут даже не указано никаких вообще опознавательных знаков. То есть, ну, если вы рисуете иллюстрации, ну ладно, если вы их сканируете, но если вы захотите повесить эту работу на стену, кто вам даст гарантию, что она не выцветит там через какое-то совсем короткое время? Никто не даст. Да, и даже, хотя вот, допустим, у более дешевых красок российского производства указан пигментный состав и светостойкость. То есть смысл переплачивать за непонятные краски, которые как кот в мешке, на мой взгляд. Но, как бы, выбор всегда за вами. Я бы не рекомендовала вообще их к покупке. Сама я их купила просто потому, что увидела какие-то новые краски, и какую-то еще гуашь, которую я еще не пробовала. Чисто ради обзора. Вот. Так что, такие дела. Такое мое мнение. Сейчас я буду заканчивать этого петушка. И, надеюсь, это видео было в чем-то полезным или интересным, не знаю. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада вашим комментариям, вашему мнению. Можете меня критиковать, можете говорить все, что угодно. Надеюсь. Я никого не обидела. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok